Есть действительно такая проблема, когда человек, допустим, поздно возвращается с работы или живет в определенных районах, в городе со смешанным населением, или в районе Тель-Авив, в районе центральной автобусной станции, где есть полно нелегалов, или рядом с арабской деревней, ну и так далее и тому подобное. Есть много ситуаций, когда человек просто чисто по-человечески боится и хочет иметь у себя в кармане пистолет для самозащиты. Но есть тут одна проблема. Дело в том, что в арабском секторе имеется примерно 300 тысяч стволов. Это пистолеты и винтовки. Подавляющее большинство этого оружия, это оружие украденное. Украденное либо в полиции, либо в армии, либо в большинстве случаев у обычных граждан. То есть бывают случаи, когда крадут из квартиры, бывают случаи, когда крадут из машины. Арие считает, что действительно следует рассматривать такие ситуации, когда человек опасается, когда он боится, когда действительно у него есть основания. Это опасаться с одной стороны. С другой стороны, этот человек должен доказать, что у него есть возможность хранить это оружие в безопасности. Ну, имеется в виду, видимо, какой-то железный шкаф в доме и так далее и тому подобное. Потому что есть случаи, когда просто-напросто оставляют пистолет в машине и его крадут. Это такое, разумеется, быть. Ну, я в таком случае могу возразить, что автомобили тоже крадут. Причем крадут их в основном в арабский сектор. Так что же, не продавать людям автомобили? Значит, надо ставить защиту. Автомобиль тебя заставляет поставить сигнализацию. Значит, оружие нужно тоже даже хранить? Да, действительно, есть ситуация. Воруют машины. Но закон требует, что оружие в машине оставлять нельзя. Так не надо его оставлять в машине. В том числе и потому, что машину могут угнать. И есть ситуации, когда полиция просто гонится за украденной машиной. Но если эта машина въезжает в какой-то арабский город, то полиция останавливается и дальше она не едет. Именно потому, что боится, что 300 тысяч стволов, которые находятся на руках в арабском секторе, могут быть направлены против нее, против этой полиции въезж. Есть города в Негеве и в Галилее, куда полиция вообще не заходит. Это, по сути, государство внутри государства со своим... Извините, я хочу подчеркнуть, что это города, которые находятся на законной территории Эр-Цесраэль, Израиля. Это Израиль, законно признанный всеми ООН, всеми границами, внутри наших границ. То есть это не какие-то там где-то на территории. Я вам могу привести один из примеров. Рядом с Лодом есть порядка 80 незаконных населенных пунктов арабских. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова